У нас в студии Виталий Бондарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Как все прошло? Вы так долго это анонсировали и звали, я знаю, первых лиц, чиновников городских. Пришли ли они и довольны ли вы? Ну, я бы сказал, да, мы довольны мероприятием, потому что получилось так, как все запланировали. Если говорить про чиновников, то никто не пришел. Но они, в принципе, всегда игнорировали малый бизнес, и поэтому у нас, наверное, не получается достигнуть компромисса. Ну, спасибо депутатам и законодательного собрания, и городского совета, которые поддерживают малый бизнес, понимают, что мы приносим пользу городу и краю. И если мы часто слышим, да, что вот вроде бы там есть и жители, недовольные малым бизнесом, павильонами, то мы всегда напоминаем, что на самом деле в городе Красноярске большое количество незаконных павильонов. Это коррупция, которая поглотила город Красноярск, потому что если привести цифры и статистики, а мы, как правило, приводим те цифры, которые говорит власть, то в городе Красноярске 50 на 50. 50 законных павильонов, процентов 50 незаконных. Только по официальным данным? Да, это по официальным данным, это на одном из мероприятий у главы города предыдущего делали отчет сотрудники администрации. Но сегодня все было очень эмоционально, я попрошу нашего режиссера показать несколько фрагментов того, насколько действительно сейчас в критическом положении находятся бизнесмены, как они это выражали. Администрация решила все свободные семейные участки передать муниципальным предприятиям, чтобы искоренить малый бизнес в Красноярске. Конечно же, мы этого не допустим. Остановитесь, господа, я впервые вышла вот так вот. Я не могу смотреть на то, как нас уничтожают. Все, и венки, все туда. Накал страстей, он по этим кадрам очевиден. А что вообще было с этой формой? Почему именно так решили? Вот потому что совсем уже нечего больше делать или почему? Ну, наверное, знаете, мы уже устали терпеть. Вот вы же видите, да, эмоции предпринимателей. Потому что действительно загнали законных предпринимателей в угол. Когда сегодня земельные участки отнимают, выгоняют просто никуда, в поле. Говорят, ребята, езжайте вы в поле, работайте там за солнечным. При этом нету борьбы с незаконными павильонами. Они плодятся, как грибы. Там торгуют водкой, алкоголем незаконно, суррогатом. С ними борьбы нету. Почему-то всегда борются с законным бизнесом. И, конечно же, у нас уже и сердце от боли сжимается, когда предприниматели преклонного возраста, предпенсионного, они не знают, куда идти и как прокормить себя. И поэтому, наверное, мы и выбрали такую форму, чтобы все-таки могли обратить внимание власти на себя. Потому что по разговорам с чиновниками, они, знаете, как относятся к нам. Когда мы даже заявлялись на митинг, да вы идите там, хоть живите на этой площади, митингуйте, мы все равно вас снесем. То есть вот такой подход. Мы говорим, давайте мы сделаем красивые объекты. Была договоренность с главой города предыдущим. Предприниматели сделали проект. Этот проект согласовали. Но, тем не менее, предприниматели решили снести. Я говорю, ну как с вами можно договариваться, если вы свои слова не держите? И это продолжается уже пять лет. Так, а если вам так в лоб говорят, что ничего из этого не будет, то есть ли какой-то эффект от митингов, от прошлых выступлений? Конечно. Ну, я приводил даже на этом мероприятии статистику, да, что все договоренности у нас с властью получаются только через митинги. Вот какой бы митинг мы ни проводили, всегда получаем какой-то положительный результат. Если взять историю, там, в 2013 году, сказали, что снизу 2000 объектов. Мы вышли на митинг, все продлили. Если говорить вот про последний год, там, 17-й год, мы собрались в ДК Свердловском, было полторы тысячи предпринимателей, власть отреагировала и ввела мораторию на снос объектов до конца года, до конца 17-го года. Нас опять никто не трогали. Как садимся за стол переговоров? Отрицательный результат. Нас не слышат, либо не хотят слышать. В принципе, у них даже подход у власти. Они говорят, вы, в принципе, в городе Красноярске в таком формате не нужны нам. Ну, дайте нам рабочие места. Куда нам идти? У нас Сыдхам Шикаревич говорил, я построю заводы, вы все на заводы пойдете. Покажите хоть один завод, который построили за последние пять лет. Нету? Будем надеяться, что сейчас вы услышите уже какие-то другие обещания, и они будут реализованы в дальнейшем. Надеемся, конечно. А мы будем за этим следить. История эта длинная, как знают наши зрители. Будем следить и контролировать, а далее в эфире короткие новости.